Достигай Израиль и весь мир Баруха Шем, благословенное имя Господне! Мы благодарим всех, кто поддерживает это служение. Благодаря вам мы сегодня в эфире. Дорогая, я так рад, что ты сегодня со мной. Спасибо, что ты рядом и поддерживаешь мои руки, молишься обо мне. Я счастлив иметь такого партнера и в жизни, и в служении. Прекрасно ощущать себя партнером того, что больше нас самих. Это правда. Я рада быть частью этого. А знаешь, если супруги сильно похожи во всем, то есть одна проблема. Им трудно дополнять друг друга. У меня есть какие-то свои недостатки, и в каких-то сферах чего-то не хватает тебе. Мы разные, но Бог использует твою силу, чтобы подкрепить меня. И наоборот, когда надо, я могу поддержать тебя. Но мы хотим сказать вам, что даже когда жизнь в браке не так уж легка, потому что вы расходитесь во мнениях, это не означает, что с вашим браком что-то не так. Железо, железо острит. Мы нужны друг другу. Сегодня мы начинаем новую серию о мессианском пророчестве. Мы покажем вам, как пророчества в еврейской Библии, в Танахе, исполняются в Царе Израиле, в Царе Иешуа. Это будет воистину увлекательная серия. Да, и мы просим вас отложить все и внимательно послушать послание о Сыне Божьем. Баруха Шэм, возлюбленные. Добро пожаловать на программу «Узнавай еврейского Иисуса». Я начинаю сегодня важную серию под названием «Мессианское пророчество». Мы увидим, что Мессия Иисус исполнил весь Танах, исполнил весь Ветхий Завет, всю еврейскую Библию. Очень часто в Брит Хадаша, в Новом Завете, цитируется пророчество Ветхого Завета и говорится, что Иешуа все это исполнил. Однако мы должны знать, что авторы Нового Завета зачастую показывают, что Иешуа исполнил Танах несколько иным способом, не так, как мы это себе представляем. Некоторые люди слишком упрощают понимание мессианских пророчеств. К примеру, недавно я слышал от одного пастора, что Иисус исполнил 300 предсказаний Ветхого Завета. И многие подумали, что в Ветхом Завете более трехсот раз было произнесено предсказание о том, что сделает Мессия, когда придет на эту землю. Но мессианское пророчество гораздо шире, чем когда мы берем пророчество из Ветхого Завета, указывающее на то, чего стоит ожидать в будущем. Потому что многое из того, как Мессия исполнил предсказание, заключалось не в том, что мы ожидаем увидеть в будущем, но скорее в том, что Иешуа наполнил смыслом весь Ветхий Завет. Он его исполнил. Он наполнил его смыслом. В 90-х годах, когда я был в библейской школе, я никак не мог в этом разобраться. Мы изучали Евангелие от Матфея, и я встретил там стихи, которые слегка ввели меня в ступор. Мы прочитаем их сегодня. Это Евангелие от Матфея, 2 глава. С 13 по 15 стих. Я, пожалуй, расскажу вам контекст. Итак, мудрецы на Востоке увидели звезду. Они знали, что были пророчества о том, что должен родиться Спаситель. Ирод услышал, что родился Мессия. Боясь потерять свою власть, Ирод приказал, чтобы все дети до одного года были убиты. Пред лицом, нависшей угрозой, во сне к Иосифу приходит ангел и предупреждает его. Он велит ему взять младенца Миссию и Марию и бежать с ними в Египет. Итак, Иосиф и Мария с Иисусом отправляются в Египет. Они оставались там до смерти царя Ирода. По смерти Ирода Господь привел Иосифа и его семью назад в Израиль. Ну и теперь вы знаете контекст этой истории. Поэтому давайте прочитаем с 13 стиха 2 главы Евангелия от Матфея. Когда же они отошли? Вот ангел Господень является во сне Иосифу и говорит, «Встань, возьми младенца и матерь его, и беги в Египет. И будь там, доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать младенца, чтобы погубить его». Он встал, взял младенца и матерь его ночью и пошел в Египет. «И там был до смерти Ирода, да сбудется реченное Господом через пророка». Мы говорим о мессианском пророчестве. Поэтому нам стоит обратить особое внимание на эти слова. «Да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Итак, Матфея здесь цитирует слова из Ветхого Завета. «Из Египта возвал я сына моего». То есть здесь мы видим четкое исполнение мессианского пророчества. Насколько мы понимаем, мы можем найти в Ветхом Завете в книге «Танах» слова Бога, когда он говорит, «Из Египта возвал я сына моего». Мы ожидаем, что контекст пророчества будет таков. Когда на землю придет мессия, Бог воззовет его из Египта. Он скажет, «Сын мой, возвращайся из Египта в Израиль». Мы ожидаем найти в Ветхом Завете приблизительно такие слова. Обычно мессианское пророчество понимают именно так. Думаю, таким было понимание того пастора, который недавно сказал, что Иисус исполнил более трехсот мессианских пророчеств Ветхого Завета. Люди считают, что в Танахе записаны научные утверждения о том, что будет делать мессия, и что в мессианских пророчествах Ветхого Завета заложено понимание того, что будет исполнено мессией в будущем, и чего стоит ожидать. Царило ожидание того, что исполнится в будущем, ожидание событий, которые развернутся на земле, когда придет мессия. Но, как я уже сказал, друзья, концепция мессианского пророчества гораздо сложнее. Для того, чтобы понять эту концепцию, мы с вами сейчас откроем место в еврейской Библии, которая как раз и цитировал Матфей во второй главе своего Евангелия в 15 стихе. Напоминаю, что он сказал, что Мессия исполнил пророчество Ветхозаветного пророка «Из Египта возвал я сына моего». Чтобы показать вам то, что я хочу донести, мы должны открыть то место в еврейской Библии, которое цитирует Матфей. Во всей еврейской Библии данное утверждение встречается всего лишь раз. «Из Египта возвал я сына моего». Это Осия, 11 глава, 1 стих. Давайте с вами прочитаем это место. Итак, книга Осии, 11 глава, 1 стих. «На заре погибнет царь Израилев. Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». То есть, когда мы читаем Осию в его первоначальном историческом контексте, данное место не кажется нам пророчеством. Осия просто говорит слова Господа касательно истории Израиля. Господь говорит, «Когда Израиль был юн, я любил его, и из Египта вызвал сына моего». В первоначальном историческом контексте этих слов никто не ожидал. Что это пророчество, и что этому суждено сбыться в будущем. На первый взгляд, и также для древнего Израиля, это просто слова Господа о том, как он любит Израиль, свой избранный народ, и как он вывел их из Египта, избавив их от фараона. Почему же Матфей говорит, что Иисус исполнил это слово? Почему Матфей говорит, что речь идет о возвращении Иосифа, Марии и Иисуса из Египта, если никто не ожидал, что это вообще было пророчество? Вы понимаете, о чем я? Многие люди, говоря о мессианском пророчестве, предполагают, что в Ветхом Завете было предсказание, и все ожидали, что оно исполнится, когда придет Мессия. Но в большинстве случаев под исполнением пророчества Ветхого Завета имеется в виду не столько то, что Иешуа исполнил какое-то событие, исполнение которого так ожидали евреи, сколько то, что Мессия Иешуа наполнил пророчество Ветхого Завета полнотой смысла, и он дополнил те пророчества, которые уже были исполнены. В этом конкретном примере Бог уже призвал Израиль из Египта. Он уже избавил своего первородного сына. Это не было событием, которое только ожидалось в будущем. Они не воспринимали это как предсказание. Но когда Иешуа был призван из Египта в Израиль, то в Евангелии от Матфея мы читаем, что этим Иешуа исполнил Писание, реченное пророком Осии. Почему? Потому что Иешуа – божественный представитель Израиля. И то, через что проходил сам Израиль, теперь переживал Иешуа, потому что он воплощает в себе Израиль и наполняет историю Израиля полнотой смысла. Мы поговорим об этом подробнее во второй части программы. Оставайтесь с нами. Библия говорит, что когда дуют в шафар, тем самым передают послание. Шафар возвещает «Вставай, спящий!» Я верю, что когда я сейчас буду дуть в шафар, а то, что я ожидаю, буду делать не я, я на это не способен. Это будет делать Дух Святой. Я верю, что когда я сейчас буду дуть в шафар, дорогие братья и сестры из Уганды, то во имя Святого Бога я верю, что в ваше сердце и в ваш разум и в вашу жизнь придет сверхъестественное помазание. И это помазание передаст послание. Встань, спящий! Давайте перестанем делать все так, как мы делали всегда. Давайте начнем делать все гораздо лучше. Да придут перемены от Господа. Бог творит все новое. Давайте встанем и с верой будем громко восклицать Богу. Вы свободите вашу веру, и ваша жизнь обязательно изменится при звуке шафара во имя Иисуса. Итак, мессианское пророчество — это зачастую больше искусства, чем наука, больше поэзии, чем математика. Есть и более конкретные мессианские пророчества, и мы их тоже затронем в этой серии. К примеру, где родится Мессия, где Он умрет, мы рассмотрим и те предсказания, которые являлись предсказаниями будущего, и они исполнились во Иисусе. Мы будем рассматривать и этот сегмент мессианских слов, но не все мессианские пророчества таковы. Многие из них больше музыка, чем математика, больше искусство, чем наука. Я покажу вам, что так использовать сермон «мессианское пророчество» — это скорее раввинистический подход. Не то чтобы традиционные раввины брали писания и применяли их к Иисусу, но традиционные раввины берут писания из Талмуда или из Торы и придают им совсем другое значение, чем то, что было в первоначальном историческом контексте. К примеру, в Ешиве, в иудейском учебном учреждении, два мальчика садятся друг напротив друга. Так происходит и при изучении Талмуда. А это комментарии к Торе и руководству, как нужно ее соблюдать. Это уже совсем другая тема, но это современная часть раввинистического иудаизма. Студенты и Ешивы сидят напротив друг друга и, изучая какое-то место из Талмуда или Торы, они стараются применить максимум своих творческих способностей, чтобы придумать как можно больше значений прочитанного. Они ограничены лишь собственным воображением. Поэтому просто брать стихи из Торы и добавлять к ним еще какое-то значение, наделять его дополнительным смыслом, вполне свойственно представителям иудаизма. Я говорю это потому, что люди иудейской традиции обвиняют нас, последователи Иешоа, в том, что мы неправильно используем еврейскую Библию. К примеру, когда мы применяем к Иисусу то, о чем сказал Матфей во второй главе, цитируя Осию, 11 главу, 8 стих, они бы сказали, что мы неправильно используем Библию, где мы вообще взяли подобное истолкование. Они скажут, Осия не говорил в тот момент о Мессии, он просто делал обзор истории израильского народа, о том, как Бог их любит, и как он призвал их из Египта, вывел их оттуда. Вы, христиане, сами себе все напридумывали. Это ничего не имеет общего с оригинальным текстом. Я бы ответил раввинистическим иудеям, что это они живут своими фантазиями. Это было во времена Иешуа, и это продолжается по сей день. Мы просто используем Писание так, как задумал это Бог. Откуда мы знаем, что правильно используем Писание? Ну, дело в том, что Новый Завет — это Слово Божие. И поэтому, к примеру, самое известное мессианское пророчество, к которому мы еще подойдем в этой серии, это Исаия, 53 глава. Матфей цитирует 53 главу Исаии и говорит, что Иешуа исполнил это. Он взял наше беззаконие на древо и исцелил наши недуги. Матфей цитирует 53 главу Исаии и говорит, что эти предсказания исполнились в Иисусе. Ортодоксальный раввин скажет, что это местописание не относится к Иисусу, что речь идет не об Иисусе, а об Израиле. Я лично с легкостью могу отнести эти места описания к Иисусу, потому что Матфей сказал, что они относятся к Иисусу. Если мы изучаем 53 главу Мессии, мы включаем логику и понимаем, что все эти места напрямую относятся к Иешуаха-Машеаху, который пришел, как Бог во плоти, отделся в человеческую плоть. Невиновный умер вместо виновных телом своим, забрав наши грехи и болезни на древо. Поэтому, если люди нас обвиняют в том, что мы неправильно используем Писание, это не должно нас беспокоить. Потому что, если сам Новый Завет говорит нам, что эти места относятся к Иисусу, то они действительно относятся к Иисусу. И, кстати, в Евангелии от Луки 24 главе мы видим, что Иешуа берет своих учеников в путешествие по закону Моисея, по пророческим книгам и псалмам. Он открывает им то, что было сокрыто от них в еврейской Библии, и что в действительности говорит о нем, как о Мессии. Давайте прочитаем это место вместе. Евангелие от Луки 24 глава, 27 стих. Итак, Иисус говорит со своими учениками по дороге в Эммаус. И, начав от Моисея, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Это было вскоре после распятия Иисуса, и ученики были совершенно разбиты горем. Они совершенно растерялись. Их мечты были разбиты. Они были в замешательстве. Они оставили все, чтобы последовать за Мессией, и теперь случилось такое. Вместо того, чтобы избавить их от римского угнетения, вместо того, чтобы наступила мессианская эпоха во всей полноте этого понятия, произошло как раз обратное. И так они совершенно смущены, растеряны и разбиты. И вот по дороге в Эммаус является Иисус и начинает разговаривать с ними. Но телесно он не был похож на того Иисуса, которого они знали. Когда он служил им во плоти до своего распятия, он выглядел иначе. На тот момент они восприняли его как незнакомца. Он спрашивает их, что случилось, почему они так расстроены. Они говорят, неужели ты не слышал, что произошло в Иерусалиме? Они распяли Иешуа, а мы так верили, что он и есть Мессия. И затем Библия говорит, что Иешуа провел их по страницам Писания, но они не понимали, что это было Иешуа. Он изъяснял им Писание из икон Моисеев, книги пророков и Псалмы, открывая им, что они говорят о нем, и что в них предсказано, что ему надлежало пострадать и умереть за грехи людей всего мира. Он открыл им глаза, чтобы они могли увидеть его на всех страницах Писания. Он изъяснял им Тору и все пророчества и Псалмы. Он показывал им скрытые тайны на страницах Писания и то, что все они указывают на него. В течение этой серии мы будем с вами рассматривать тайны, сокрытые в еврейской Библии. Все они указывают на Иешуа, на главную цель, о которой повествует еврейская Библия. Поэтому, когда мы говорим о мессианском пророчестве, я прошу вас понять, что мессианское пророчество это более широкое понятие, чем считают многие люди. Многие воспринимают слово пророчество как Писание Нострадамуса, которое предсказывало события, которые должны произойти в будущем. Это может быть наводнение или землетрясение, какое-то конкретное событие, которое произойдет определенным образом в определенное время или период. Я никоим образом не призываю вас верить предсказаниям Нострадамуса. Я говорю о том, что Нострадамус, как лже-пророк, предсказывал будущее, и люди ожидали, что это исполнится. Но вот что я имею в виду. Многие из мессианских пророчеств, которые исполнил Мессия, были не в том, что он воплотил в реальность то, чего ожидали люди, но в том, что он наполнил историю Израиля смыслом и повторил их историю в своем теле, наполнив их историю особым смыслом, особым значением, через то, что он сам испытал на себе в своей жизни. Мы будем подробно изучать мессианские пророчества в ближайшие недели в рамках этой серии программ. Мы рассмотрим, как Авраам связал Исаака своего сына, чтобы принести его в жертву Богу. И что это означает для нас в наших отношениях с нашим Богом Отцом. Мы рассмотрим историю Иосифа как прообраз Иисуса. Мы рассмотрим слова, которые Бог сказал Моисею в 18-й главе книги Второзакония. Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его, слушайте, это особое пророчество, указывающее на то, что произойдет в будущем. И это то, чего мы должны ожидать. Вот с такими пророчествами мы с вами и поработаем. В итоге вы сможете убедиться, что вся еврейская Библия это яркая и весьма насыщенная иллюстрация царя Иешуа. Это яркое изображение того, как Мессия Иисус полностью исполняет то, для чего была дана Библия. До следующей встречи. Барух Ашем и шалом вам. Я на Масличной горе. Завершим передачу благословением. Бог сказал, чтобы мы благословляли им его народ. В книге чисел Бог повелел Моисею и Аарону говорить эти слова над народом его, и тогда он запечатлеет свое имя на них и благословит их. Иисус 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 и Саны Иисус 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 Пусть Бог Отец Яхве Бог Израиля благословит вас и сохранит Пусть Господь презрит лицом Своим на вас и будет милостив к вам, да обратит Господь лицо свое на вас. И пусть Бог Отец продолжает непрестанно давать вам Божий мир. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Наши молитвенники готовы ходатайствовать за вас. Отправьте молитвенную просьбу, посетив наш сайт, или пишите по адресу, который вы видите на экране. Наши служители поднимают в молитве все просьбы Господу и просят, чтобы Бог ответил на каждую из них. Если Бог ответил вам или послужил через наше служение, отправьте нам свое свидетельство. Мы порадуемся вместе с вами. Мы побеждаем кровью Агнца и словом свидетельства. Если вы хотите узнать значимость крови в еврейской Библии, присоединяйтесь к Равину Шнайдеру в следующей программе. В третьем послании Иоанна апостол призывает верующих поддерживать тех, кто был послан распространять истину Божию. Я призываю вас стать ежемесячным партнером служения, узнавая еврейского Иисуса. Как вы знаете, нам дана возможность распространять Евангелие Иисуса через телевидение и также через крусейды по всему миру. Без вашей помощи, дорогие друзья, мы не сможем это сделать, поэтому если вы верите в Божие призвание на этом служении, то я прошу вас подумать о том, чтобы стать ежемесячным партнером служения, узнавая еврейского Иисуса. Я молюсь о том, чтобы Бог сделал для вас нечто особенное. В это особое время в году, одно из того, что указывает на то, как сильно Бог делает ударение на этом времени в году, это то, что три раза в году Бог велеть своему народу приносить ему особые жертвы. И кульминацией этих осеянных святых дней было то, что весь народ приходил в Иерусалим, чтобы принести Богу Отцу особую жертву. Я приглашаю вас в этом году принести Богу особую жертву, посеяв служение, узнавая еврейского Иисуса. Если Бог использует наше служение, чтобы вас благословлять, правда в том, что мы достигаем людей во всем мире, но без помощи народа Божьего мы не сможем этого делать. Если Бог благословляет вас через это служение, если вы с нашей помощью узнаете то, что не могли бы узнать, я прошу вас посеять особое пожертвование Богу Отцу через служение, узнавая еврейского Иисуса. Все, что вы делаете, вернется к вам мерою добрую, утрясенную и нагнетенную. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране. Для пожертвований кредитной картой позвоните нам по номеру 800-37-7835 или отправьте СМС. Или же вы можете сделать это на нашем сайте. В знак благодарности мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, и наш информационный бюллетень. Ваше даяние принесет Божие спасения в Израиль и весь мир через интернет, телевидение и Крусейды. Свои СМС-сообщения вы можете присылать нам на номер 4537. На Земле многие из нас верны Господу финансам. Если вы желаете почтить Господа своими финансами, отправившись на небеса, зайдите в раздел «Завещание». Телепередача Равина Курта Шнайдера «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин является евреем, верующим в Мессию Иисуса. Вы получите откровение сегодня для вашего лучшего завтра. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова